Всем большой привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Меня уже давно здесь не было, и на то была своя причина. Но сначала я хочу вас всех поздравить с наступившим новым 2023 годом. Я уже говорила вам пожелания, и ещё раз хочу сказать, что желаю всем в первую очередь здоровья в новом году. Желаю баланса во всех сферах жизни, гармонии какой-то с собой, со всеми окружающими, со всем миром. И желаю всем, чтобы всё, что вы хотите, всё, что вы задумали, обязательно у вас исполнялось. Ну а как это исполнять, я вам расскажу сейчас. Я всё это время, пока не была в блоге, готовила свой интенсив, про который я вам уже рассказывала. Этот интенсив будет по продуктивности. Я буду на нём рассказывать очень много интересных тем. Это мой первый такой онлайн-продукт. Я ни разу ещё не делала ничего, никаких своих курсов, в общем-то ничего такого. И это мой первый опыт. Он такой будет камерный интенсив, потому что я не планирую делать какие-то огромные продажи. Он будет интересен тем, кто сам хочет каких-то изменений, мотивации в своей жизни. Вкратце вам расскажу, о чём будут лекции. Он будет длиться всего лишь 4 дня. Формат телеграм-канала. Там будут выходить каждый день лекции, на которых я буду рассказывать полезную информацию, свой опыт и делиться с вами какими-то своими мыслями. Интенсив поможет вам замотивироваться, если вы хотите начать своё дело, если вы хотите зарабатывать, если вы хотите поменять своё мышление, если у вас вдруг ничего не получается в жизни, но вы хотите чем-то заниматься, найти какое-то дело по душе, хотите при этом успевать всё с ребёнком делать, то есть заниматься каким-то своим увлечением, монетизировать его, но при этом уделять время своей семье. Как раз таки обо всём этом будет мой интенсив по продуктивности. Будет всего 4 лекции. Первая лекция о том, как вообще наше мышление влияет на нашу жизнь. Буду рассказывать такую общую информацию, но очень полезно, просто нереально. Вторая тема, второй день будет о целях, как цели ставить и как их реализовывать в жизни, как не бояться ставить большие цели. Третья лекция будет о том, как можно зарабатывать, с помощью чего сейчас в 21 веке можно заработать легко, при этом находясь в декрете без огромных вложений с нуля. И последняя тема, четвёртая, будет о том, как всё успевать, совмещать материнство, семью, свою какую-то работу, увлечение. В общем-то, вот это вот всё успевать. Первые три дня будут практические задания, которые помогут вам не просто прослушать эти лекции, но ещё и применить эти знания на практике. И стоимость такого интенсива вообще минимальная, насколько я могла её поставить. Целые сутки для вас будет цена 1490 рублей. До 14 января в 12.00 будет действовать такая цена. Далее интенсив уже будет стоить 1990, 990, поэтому если вы хотите успеть по самой низкой цене, то прям сегодня, не думая, рекомендую вам его купить. И запомните такую фразу, те, кто принимают решения быстро, они всегда на коне. У тех людей всегда будет изобилие в жизни, будет успех, поэтому не медлите с принятием решения. Тем более, это не такая огромная сумма, но у нас с вами будет ещё целый чат, где мы будем все вместе общаться, я буду отвечать на ваши вопросы. В общем-то, будет много всего интересного. Там же я расскажу, что я придумала за новый товар на Wildberries. Это будет информация только для участников этого интенсива. Остальные не узнают. И вообще много разных секретиков, лайфхаков от меня вы узнаете. Как купить этот интенсив? Пишите мне в Телеграм, так как я планирую небольшой запуск, такой маленький. Я буду сама лично обрабатывать все заявки. Вы мне просто пишите в Телеграм, я вам буду высылать реквизиты для оплаты, и потом после оплаты буду добавлять вас в наш Телеграм-канал. Будет один канал с лекциями, и второй будет просто чат всех участников интенсива, где будет поддержка, какие-то идеи, будем обсуждать лекции, будем общаться. В общем-то, это такой будет интенсив с взаимодействием. Я буду обязательно с вами общаться, буду отвечать на все ваши вопросы, которые у вас возникают, давать какие-то советы, если вы захотите, будете у меня спрашивать. Так что обрабатывать заявки я буду сама. Если вдруг я не буду справляться, то, возможно, еще подключу Женю или Катю, мою помощницу. Об этом, обо всем я уже буду уведомлять в своем личном Телеграм-канале. Туда тоже подпишитесь, на всякий случай, там будет вся нужная информация. Или также можете писать мне в Инстаграм-директ, если вам там привычнее. Конечно же, там тоже отвечу. Оплатите, после оплаты я вас добавлю в наш канал. И будем с вами начинать этот год правильно, с постановки целей. Будем завышать планку. Будет этот год успешным для всех, кто сам хочет поменять что-то в своей жизни. И как раз-таки с помощью моего интенсива это будет сделать намного проще в этом комьюнити людей. Будет такая энергия царить. Я уже прям предвкушаю. Сам интенсив начнется 20-го числа. То есть с 13-го числа до 14-го, 12.00 будет действовать цена 1490. Далее до 20-го числа будет действовать цена 1490. Вы можете прицениться к нам сегодня, либо потом. Вся информация насчет интенсива будет у меня в Инстаграме. Обязательно оставлю вам ссылочку. Переходите туда. Если вы не допоняли, о чем он будет, что это такое, то там будет вся самая такая полная информация. И всех буду ждать. Ну а теперь давайте вернемся с вами еще в декабрь 22-го года, потому что блог я снимала на протяжении всего этого времени. Но просто мне не было времени его выложить, так как я готовила интенсив. Сейчас я вам покажу все, что мы делали, начиная с конца года, как мы проводили наши новогодние праздники и заканчивая вот сегодняшним днем. Так что всем желаю приятного просмотра. Мы сегодня приехали в нашу студию, чтобы повесить новый пылесос, который я вам показывала в последнем влоге того года. Вот сейчас я не приклеил тут все. Вот сам пылесосик. Так что сейчас вешаем. Будет у девочек новая удобность. Это у нас был вот этот вот проводной. Он, конечно, хороший, но то, что в нем провод, это, конечно, не очень удобно, не мобильно. Все, в общем-то, повесили пылесос. Теперь вот здесь у нас при входе висит как раз и розетка здесь у нас. Здесь все было предусмотрено. Вот сейчас насобирали тут пыль. Так что все. Дела сделали. Поедем сейчас дальше. У нас сегодня 30 декабря, и у меня на сегодняшний день было запланировано куча дел, но в итоге у нас в студии заболела одна из мастеров. Ее увезли на скорой. Та же самая, которую, помните, как-то я вам рассказывала, то, что у него там проблемы были. Все то же самое. Вот сейчас 30 число. Конечно же, мы подставить клиентов не можем, поэтому я сейчас выйду на первых ее пару клиентов. Остальных у нее там 6 человек должно было быть. Остальных мы будем пытаться раскидать к остальным мастерам, хотя у нас все просто забито, все впритык. Поэтому надеюсь, что все получится. Очень, конечно, переживаю, потому что я понимаю, что люди рассчитывают, что они будут с маникюром на Новый год. Конечно, это мелочь по сравнению с некоторыми вещами, которые в мире происходят, но все равно просто так это уровень сервиса покажет нас, то, что мы не подставили человека, а кто-то вышел на замену, потому что очень некрасиво было бы с нашей стороны. Поэтому сейчас еду, немножко поработаю, потом буду в темпе вальса доделывать все свои дела. Как раз сейчас сегодня уже 30 число, мне нужно сегодня успеть отвезти подарочек в офис Кате, пока она там, потому что я подготовила ей на Валбересе, заказывала такую красоту. И хотела сегодня как раз отвезти, потому что она сегодня последний день работает. Вот. Так что нужно много всего успеть. Алиса пока в садике. Женя там дома делами занимается, а я вот на работу. Немножко приехал тут наш офис. Катя нам тут собрала поставочку, а я привезла ей подарочек. Сейчас сюда положу. Она сегодня придет, и будет для нее сюрприз. Она тут вон замучила ее за последние дни. Смотрите, сколько коробок собрала с нашими материалами, Оливе. И сколько еще предстоит выставить на сайт, на Валберес. Новинок полно просто будет. Еще вкусняшки. Так. Но ты еще не все разобрала. Давай, бабушки. Там еще есть. Еще есть. Надо ехать. Оливь, смотри, что тут еще? Большой подарок есть какой-то. Какой? Я на ночь с самого. Так, это еще вкусняшки, да, тебе? Так, клади их сюда, и остался еще последний большой подарок. Алиса, там кошка сзади, Алиса. Мяу. Подожди, ты подарок еще не разложили. А вот этот самый главный подарок ты достанешь. Алиса. Смотри, что тут еще. Ты по кошке соскучилась? Давно у бабушки не было. Как Алиса рисует фонариком. Давайте. Я решил замариновать рыбку форель в своем фирменном соусе с лимоном, с маслом. Специальная приправа восточная для рыбы. Покупал на местном рынке. Все очень достойно смотрится. Ну, сейчас она пока что все это маринуется. Ну, вот, в часик в 5-6 вечера мы поставим где-то в духовку готовиться, а потом уже вечером за столом будем кушать. И скажем вам, насколько вкусно получилось. 3 января мы приехали отвозить нашу поставку, которую нам собрала Катя. Повезем сегодня в Альборис. Алису отдали бабушке у нее выходной. Так что скоро появится часть новинок наших. Вот мы и приехали на Вайлдборис. Сейчас наконец-то сдадим нашу поставку, а то очень много наших хитов позаканчивалось. А я тут параллельно ехала сейчас на компьютере, писала свой интенсив. Время зря не теряла. Почти все успела закончить. Скоро его буду снимать, и он уже выйдет совсем скоро. Вот тут, кстати, не очень много машин сегодня. И очередь небольшая. Вот здесь табло такое висит, на нем написано, каким воротом нам нужно подъезжать. Я думаю, 3 января в ледяной дождь мало кто-то поедет. Да, только вы такие. В общем-то... Сейчас сдадим все и поедем домой. Я как раз закончу весит, танцим до конца. Мы сегодня пришли в новое кафе. Тут живая музыка, красиво играет. Здесь они. У нас сегодня уже 4 января. У нас продолжаются праздники. Вчера Алиску отвезли к бабушке. Ходили с родителями вечером в кафе, а потом у них сидели. Сегодня решили сходить на завтрак тоже в кафешку. И потом еще вечером с друзьями пойдем тусоваться куда-нибудь. Так что у нас очень насыщенный день. Я тут сейчас снимала первую лекцию своего интенсива. Цветок для фона. Поставила компьютер. Столик для мышки, чтобы слайды переключать о том, что я говорю. Штатив, водичка на лисеном стульчике. В общем-то, такая у меня студия. Решила я не заморачиваться, не снимать никакую там студию другую. Решила просто все это дома записать. Потому что не за рэш, мы красивый ремонт делали. Так что первую лекцию записала. Длится эта лекция будет час. Мне еще ее нужно смонтировать. Это, конечно, сейчас пока буду монтировать минут 10. Точно, наверное, уйдет на мои вот эти А, Э и прочее И, блин, надеюсь Уже скоро открою продажи Пока все в новогодние праздники отдыхают Я сейчас приехала тут В офис, мне нужно Кое-что снять в фотобоксе в нашем новом Тут подразобраться Немножечко, там привезла Мы сюда кулер привезли из дома, сейчас его надо переставить К розетке поближе туда Ну, в общем-то, делами чуть-чуть Позанимаюсь сейчас Сейчас тут ездила пока в офис Потом заехала в гримерку Я тут девчонкам подготовила подарок Вот такой мешок конфет Мы просто будем Дарить подарки друг другу, как тайный Санта Поэтому большой подарок я купила только одной девочке Но я не могу оставить всех остальных вообще без подарка Поэтому я решила такой большой мешочек Точнее, я дала задание управляющей своей Вике И она вот купила Сейчас, кстати, хотела поделиться вообще по поводу управляющей На самом деле, у меня только, получается, первый месяц В декабре работала управляющая Это наш администратор Вика, который уже больше года у нас работает Я ей предложила стать управляющей И сейчас она пока что совмещает должность админа и должность управляющей Пока что, как бы, она учится Я дала ей все должностные инструкции И по ним вот она будет в течение какого-то времени учиться Когда у нее уже совсем не будет возникать никаких вопросов Мы будем, получается, ее оставлять только с обязанностями управляющей А уже потом будем искать нового администратора Вот, поэтому у нас будет новый такой вот человек Управляющий в салоне Структурная единица, так скажем Вот, и что я хочу сказать Я вообще ни разу не пожалела, что я взяла ее То есть то, что я решилась на управляющую Потому что у меня освободилось столько времени У меня прошла просто головная боль ежедневная По поводу того, что нужно выкладывать графики Нужно их составлять То, что нужно, там постоянно мастера пишут Добавь мне то, убери мне то Купи мне это, купи мне то Ну, для работы, соответственно И теперь всем этим занимается Вика И она решает все конфликты с клиентами В общем, она полностью, как бы, грубо говоря Все мои обязанности, которые у меня были, на себя взяла И это так круто Вот, действительно, я переживала, что нужно платить зарплату Как она будет справляться Но Вика вообще молодец Ну, как бы, я и тоже, да, не абы кого взяла А человека, в котором я уверена Поэтому это очень круто И, правда, дало мне прям такой свободы Намного больше, что я даже успеваю теперь заниматься больше своими делами Хотя я и до этого успевала Но было тяжело все совмещать А сейчас, вот, конечно, я понимаю, что это было правильное решение Когда-то мы придем и к тому, конечно, я надеюсь, что и в бренде у меня тоже будет работать Один человек, который всем будет управлять А я буду уже как пассивный доход, да, у меня будет этот вот бренд Но понятное дело, что я все равно какое-то участие принимаю Я отслеживаю, да, все Анализирую все отчеты Смотрю, как кто работает Есть ли эффективность Ну и прочее Короче, у меня осталась вот эта основная задача Это все проверять, все анализировать И составлять стратегию развития на будущее Там ремонты, расширения Новые, там, если мастера нужны и прочее Так что, ну, такие новости Такие вот мои мысли по поводу первого месяца работы управляющей Савони Сегодня 6 января Я еду сейчас проводить курс по педикюру для наших девочек в студии Которые маникюр делают, а педикюр пока что не делают Мы вот заранее будем подготавливаться Сейчас они будут обучаться Потом будут стажироваться в педикюре Чтобы к лету уже быть во всеоружии Так что поеду, сейчас буду их учить У нас примерно где-то, наверное, полдня она уйдет Вот у нас в 10 начинается курс Закончим, надеюсь, где-то часа в 2, может быть, в 3 Вот, у нас сегодня минус 21 Очень холодно Я прям пока от дома до машины дошла, уже замерзла Надеюсь, сейчас на дорогах все будет хорошо Разбираем подарки Смотрите, какой нам подарок подарили наши друзья Набор чая То, что мы прям очень любим Такая вот елочка в нее Алиса уже играет Там конфетки Рафаэла еще Она тут, видите, все растаскала по углам На, я тебя открыла Давай посмотрим Какой будем чай Мы любим вообще чай Мы только такой вот листовой пьем Мы другие вообще не пьем Сейчас еще покажу, что Алиске подарили У нас тут целая куча игрушек Такой вот прикольный набор Так, вот это подарила моя сестра Саша Алисе очень нравится, Сереже Такой набор подарили нам друзья Здесь обувь всякие, тарелочки Очень Алисе прям понравилось играть Так, что нам еще подарили Мы Алиске подарили Я вот сюда сложила Такую деревянную дорогу строить можно Так, на самом деле, игрушек у нас уже столько много Просто капец А, вот Саше еще Сереже такую раскраску подарили Маша, моя сестра, тоже раскраску подарила Алиса нас раскрашивать очень любит У нас, видите, тут полно этих раскрасок разных Женина мама подарила нам такую клевую игру Это планшет, на котором нужно рисовать фонариком То есть она цвета рисует Но единственное, что играть только в темное время суток можно О май гад Вот, так что тут у нас тоже Подарков теперь полно Но это еще не все, потому что остальную часть Вот это нам подарили, кстати, очень тоже клевая игра На елке новогодней Мы с Алисой ходили Тут елочка И там различные фишки надо Вот их собираем Там животные есть мелкие Такие вот собачка Ну, короче, вот животных сюда ставишь И сверху закрываешь еще цветными всякими фигурками И там еще карточки задания выполнять Ну, задание это уже когда постарше ребенок Так пока в елочку вот она играет Так что Полно теперь у нее еще игрушек Еще больше, чем было У нас сегодня уже 9 января Праздники позади Я, кстати, вчера себе купила новый пуховик Который мы с вами вместе выбирали в инстаграме Вот, я приехала, в общем-то, на тренировку Я уже давно не была Получается дней, наверное, 11 или 12 И у меня реально за это время Тело просто задубело Я очень уже хотела на тренировку Я вчера дома пыталась сама что-то поделать из растяжки Но мне было настолько трудно втянуться Конечно, дисциплина намного лучше Когда ты ходишь именно на тренировки Где тебя тренер тренирует Так что сейчас пойду Надеюсь, наконец-то расслабится тело Уйдут все зажимы И почувствую себя намного легче и уверенней А вечером после тренировки К нам еще придут Маша с Ильей Моя сестра с мужем И будем еще с ними сидеть Потому что мы с ними еще не виделись В новом году К нам сегодня приехали Маша с Ильей в гости Маша занимается с Алисой Я пока отдыхаю Мы ей снова достали дом Мы его прятали на время, чтобы она про него забыла Сейчас она с двойным интересом начала в него играть Открывай Вы можете перевернуть в эту сторону Давай перевернем, чтобы нам лучше видно Да? Да О! Вот! А вот тут замочек смотри Опа! Все! Закрыли! А вот так закрыли! Сейчас съездили, забрали новые баночки нам для гелий Ты уже запаиваешь? Да Такие у нас будут И мы купили запайщик И в общем будем запаивать фольгой Такие вот будут баночки толстостенные Так, вы где? Вот Наклеили нашу наклеечку В общем-то Сейчас попробуем запаивать это все Потому что у нас будут для геля новые банки А старые Мы уже практически все отвезли уже на ВБ У нас полный комплект Катя, Денис, Алиса Самый главный надзиратель Вот такой запайщик, в общем, мы купили Четко у нас Ага Листочек Да ладно . Т Eldная . . Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как всегда в нашу коллекцию альбомчик напечатаю И еще мне нужно съездить в Налогову Будет отвезти там документ один Будем немножко там переоформлять Документы с бухгалтером Так что вот пока у меня Алиса в саду У меня еще есть полтора часа, чтобы все это успеть сделать И потом еще нужно будет Вечером подумать вообще Как мы будем отмечать Алискин день рождения Потому что у нее 28 января И подумать над фотосессией Потому что на 2 годика тоже я хотела ее пофоткать Хотя бы на полчасика сходить Вот, так что такие сегодня дела Новости планы У нас был корпоратив с девчонками Мы на нем, в общем-то, устраивали Тайного Санту И обменивались подарками Вот, мне попался там один из мастеров И я попалась тоже кому-то Что мне подарили? Йога Стопос Тут палочки такие для йоги Я пока, честно говоря, не знаю, что с ними делать Меня, конечно, йога интересует Но не скажу, что я профессионал То есть просто новичок Вот, и она мне еще подарила такую Это какая-то, наверное, сыворотка Патчи и масочка Вот такой вот подарок А я подарила девочке просто новогодний бокс Там была кружка, шарфик Ну, в общем-то, новогодние всякие сладости Все красиво упакованные Вот, очень прикольно Мне понравилась Тайна и Санта Мы еще договорились на 8 марта Тоже подарочки небольшие друг другу дарить И вообще это сделать нашей традицией По-моему, прикольно И еще хотела вам показать Нам тут пришла новая фотокнига Вы знаете, я вам уже не раз показывала Что у нас целая коллекция Это уже восьмая книга Я постоянно печатаю Я вообще очень люблю фотографии Печатать именно Чтобы они всегда оставались Хотя бы вот в таком виде Вот, такой нам сделали альбом Я, как всегда, заказывала в Инстаграме Моменс Бук Называется У меня матовые странички Размер 20 на 20 Как и все остальные альбомы Только в этом Он самый толстый Потому что фотографий очень много было Вот, и наши все фотографии Из фотосессии Здесь теперь Есть И, кстати, Юля Вот, которая занимается Этими альбомами Она Дарит скидку Моим подписчикам 10% Обычно Вот, когда я делаю альбомы Мы с ней договариваемся Что будет у моих подписчиков Скидка Блин, бликует этот Не очень Видно В общем, тут такой клевый альбом В нашей фотографии 2023 год Такой он большой получился Прям Вот Так что Если вдруг Кто-то захочет тоже заказать То я вам ссылочку на ее Инстаграм Конечно оставлю Ну, а на этом Я уже буду Заканчивать свой влог Я хотела еще раз напомнить Про свой интенсив Все контакты Будут в описании Под этим видео Куда написать Что сделать Успевайте покупать Первые 24 часа Чтобы купить выгодно И Буду ждать вас всех На своем интенсиве Будем общаться Живое общение Чат Лекции От меня Всем спасибо за просмотр Следующее видео Наверное Будет только В конце Ближе к концу января Потому что у меня сейчас Загруженность очень большая У Алисы день рождения Фотосессии организовать надо В общем много дел Поэтому по возможности Я конечно буду снимать Единственное что Мне сейчас вообще Полностью отключили Монетизацию То есть раньше я получала Хотя бы какие-то деньги За свои видео От партнерской программы Но сейчас моя карта Заблокирована На партнерской программе И я не могу вообще Получать выплаты Я пробовала подключить Другую карту Но тоже не получается Вот деньги у меня сейчас Там зависли Вывести я их не могу Может быть когда-то Конечно настроят Что можно будет Не знаю Может быть мир придет В нормальное свое состояние И все будет хорошо Как раньше И тогда смогу Как-то вывести Но сейчас Честно говоря Конечно мотивации Все меньше и меньше Снимать Но хочется вас радовать Роликами Просто я говорю о том Что не обижайтесь Пожалуйста Если я беру Видеорекламу Конечно же Мне хочется Какой-то материальной Отдачи Когда я столько Времени снимаю Потом монтаж Тоже это все Не быстро происходит Потом пока ты все Это выложишь Обложка Там описание Составишь На самом деле Это все не очень быстро Делается И хочется Какой-то вот Материальной Отдачи От этого тоже Дела Не знаю Когда будет влог Но постараюсь Конечно вас Порадовать им Пораньше Всем спасибо И до следующего видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok